доброго времени суток сегодня пойдет обзор у нас о трех видах пока только трех печках буржуйках стальные чугунные это будет у нас номер 1 это будет печка у нас номер 2 ведь стальная это даже можно назвать тут камни будут ложить можно для бани можно для гаража версия буржуйка сварная видите 35 здесь у нас 61 сантиметр по внешним но и высота вот саму вот здесь тоже у нас 36 ну то у нас черная которая получается на 10 сантиметров подлиннее понимаете это сварная в чем ее допустим если с нее вот начать то здесь главный плюс главный плюс то она из 6 миллиметров посмотреть какая сталь я думаю видно да видите толщина какая стали это важно то есть расскажу о плюсах вообще всех и минусов о размерах характеристик из личного опыта расскажу у меня сегодня только будет три вида будут еще печки с водяным контуром допустим я буду стараться там модернизировать что-то добавить что-то убавить это можно всегда данной печки 71 сантиметр потому что бывает 60 никакой любой можно сделать да ведь даже две ручки в них вес где-то килограмм 140 150 представляете вот ручки для переноски здесь над пола на специально сделано чтобы вам полом не проплавил пожар не было понимаете что тут какие плюсы ну минус у стальных печки сами понимаете она может прогореть естественно естественно с долгими годами эксплуатации но так сразу скажу если печку старайтесь не меньше четверки не покупать или не делать это зря выборочные деньги если конечно вам что-то там чуть-чуть вы хотите там как-то временно немножко но все равно на печку допустим из четверки не зря она сделана из толстого металла чтобы долго долго проголорала да отвлекусь хочу сделать еще с водяным контуром но это уже будет следующий выпуске подписывайтесь увидите ну и другие там модели возможно то есть сейчас пока вот об этой более подробно расскажу о плюс то есть вид довольно длинный сюда залезут довольно большие чутки труба у меня металлическая 50 сантиметровой да вот посмотрите вот она залазит даже при том что там будет что-то уже навалено вот такую кинул и забыли когда вот у меня вот здесь стоял посмотрите у меня здесь стояла несколько лет печка буржуйка чугунная вот видите у меня тут труба это я вам если тоже хотите смотреть репортажи или потом не это не сегодня не сейчас вот почему я хочу в этом году сам использовать такой я пользовался на года два чугуняшкой у нее главный плюс что она вечная но она блин мне неудобно хотя а тот кто если каждый день топится конечно нужно делать уже я считаю с водяным контуром но еще что должны вот это чтобы на дрова если вам не жалко времени то конечно можно маленькие резать там с учетом но если вот эти чурки посмотреть ну сами поняли 71 по внешним да ну там около 70 сантиметров по внутренним понятно что закинул и отопился до два года посмотрите вот раз туда вовнутрь вот видите у нас всего 32 сантиметра сами понимаете по внешним где-то она 35 идет до толстый металл посмотрите здесь какой толстый металл тут видно что он смотрите больше сантиметра даже 15 здесь не меньше он больше десятки вот так если снять я уже сразу про все наверно рассказываю здесь где-то 8 кажется но она идет там на утолщение вот здесь там поменьше там потолще да тут изольник все родной и там пятак все отличный тяг все отлично все продумано все отличное тезе советское качество но блин большие чурки тут все-таки объем бака небольшой тут наверно литров 30 сейчас не помню то ли 40 да но да она вечно если правильно эксплуатировать но чурки туда я в основном перешел на уголь потому что дрова резать мелкие довольно таки неудобно если у вас конечно время до хрена то можете там мелкие с учетками ну и конечно на большой объем гаража уже не отопит это естественно нужно делать на заказ только из стали а это так мне для большого гаража 4 на 6 ну там может еще какой-то побольше но для автосервис конечно она не подойдет но смысл в том что туда чурки замучиться подкидывать потому что уже не чурки будто небольшие дровишки когда наваливаешь там ног не залазит я приходил с углом когда углем без проблем угля накидал и забыл в принципе удобно да все видно посмотрите все видно в окошко как там все у вас идет пламя подбрасывать не подбрасывать тяга тоже можно открыли закрыли все это понятно но у нее вот это главный недостаток туда не залезешь но и водой конечно если на нее брызнешь она может треснуть поэтому поэтому у нее есть свои минусы какой то что она вечно если правильно эксплуатировать нам не ударить водой раскаленную не обливать то она очень даже в принципе кому скажем так не для большого помещения если он ему не время не жалко там на маленькие дровишки делать маленькие там какие-то брусочки туда закидывать то да но для больше более уже больших помещений конечно надо уже и котлы ставить больше и водяной контур уже туда там подключать чтобы вода у вас проходил там насос но это уже не детали уже другой то есть о характеристиках вот чем еще у нее плюс вот посмотрите вот эта штука не то что там можно и в бане там камни положил водой облил ее всю можно водой поливаешь сами понимаете стальную печку без проблем и у вас выходит пар и вам тепло становится жар у вас дальше то есть она не боится может туда плиту там организовать какую-то может быть или просто чайник поставил на металлическую то есть как хотите еще плюс вот это вот видите что такое здесь у вас как бы пламя идет жар сюда в отсек потом здесь проходит и выходит в трубу то есть это охренительный плюс у вас весь жар напрямую сразу не вылетает то есть у нее более повышенный кпд вот сейчас фонарь включился он видите вон она там вот она отверстие в которой будет у вас а вот к этой стенке к этой стенке можно уже здесь приварить контур вот здесь сообщать или просто ставить или здесь вот это не делать то есть это уже дальше версии от игры это мы сейчас останавливаться не будем то есть вот про нее вы увидели один из основных плюс что на 6 миллиметровые и вот это вот херня которая у вас отсек дополнительно жар удерживает ну и конечно и размеры можно конечно еще удлинить все здесь тоже ящик нет он не нужен все будет лопатка я думаю без проблем у вас вот так вот закрыли тяпу тоже также регулирует довольно таки как вы видите большая дверь не как там маленькое окошко у это тоже минус здесь рассчитан именно забросили чурки особенно кого халявные дрова забросили и в принципе забыли также можно углем углем вообще я говорю углем она всегда как как вам сказать всегда забрал он дольше вас будет так что плюсы я вам про нее основные рассказал доработать ее тоже можно приварить сами понимаете захотели приварили захотели отрезали захотели сюда там у чугуняшка уже есть заводская все вы да не должны под нее подстраивать да она тоже тяжелая но сами понимаете если вы хотите качественную 6 миллиметровый толстостенный металл извините меня я ее хотя тут и один контую и можно скажем так ее перемещать без проблем я и один вот ворочаю туда сюда к стенке ну а дальше здесь уже когда она непосредственно там работать будет то есть про систему вытяжки про систему уже наверно какое-то отопление это уже я если что-то будет дорабатываться подписывайтесь там следите на канале и что-то мы вам дальше будем объяснять и рассказывать в трубах здесь где-то по внешним на 120 миллиметров конечно и когда вот подсоединю ведь у меня там квадратный переход было у меня вот на трубе да а здесь круг вот я когда все подсоединю запущу я тоже надеюсь покажу как она будет работать ну и когда больше уже объем сами понимаете она больше у меня той чугуняшки от него уже будет больше даже по сечению сама труба здесь сам бак он более объемный здесь то есть чем больше сечения и здесь тоже чем больше сечения тем у вас будет больше отдачи тепла это я думаю понятно так что тоже плюс да вариант вот про трубу вообще на любых тоже печках рекомендую обязательно чтобы сталь была потому что-то херена температура вот у меня везде вот тут вот стали везде проходила можно потом заказать оценковочку посмотрите да вам специально по диаметру тут захреначат где-то там больше 120 миллиметров дальше можете немножко заужать хотя чем херня заужение конечно тягу понимаете вы начинаете и душить лучше поменьше потом побольше то есть может там что-то придумать но это уже детали все в следующих выпусках просто я вам рассказал что можно сначала труба потом хотите сталь переход переходить как у меня хотите оцинковать она так же херня и суда годится понимаете ведь как тоже все оделась потом пошло колено вот так что же чикс но у меня была сталь особенно если вы можете уже посмотреть свечу у меня там были предыдущие репортажи с того года я переходил сталь то что махерена температура водой обливал от нее жар шел то есть вот так ну и здесь бывает уголки тоже одели нацепили и пошло пошло ну про нее если дополнить я говорю то есть они бывают еще расскажу 40 килограммовые там 50 60 65 то есть зависимости от толщины стенки в этой килограмм 60 как вы видели тут толстый металл тестостенный то что они еще бывают диаметром 30 сантиметров естественно и более потоньше металл и более пониже и она уже сразу получается более легкая естественно если вы будете покупать смотреть за этим всегда спрашиваете ну в принципе если она более узкая да то еще больше проблем это максимальный по моему нее размер больше ничего не бывает но если там тоже совсем уже другие версии то есть вот это более такая уже посерьезнее модель вот не то она мне нам он показалось мелковат я решил попробовать из стали будем смотреть теперь за стальной печкой ну а так я говорю на ней тоже если и не бить этим молотком да если его вы раскаленной водой не поливать то она вечная и это ее главный плюс стальные же печи они уже и в бане идут правильно их можно всегда и размеры увеличить и даже доработать уже имеющиеся то здесь у них свои плюсы то вы сами видите туда пятерка шестерка здесь как бы он тоже шестерочка да так что здесь чем отличается на просто прямая и сразу труба пошла на выход там как вы видели есть дополнительные для повышения для гаража вполне она тоже огромна на 24 сантиметра но остальные там какие там суда может как вы видите да можно там что-то еще наварить бак там с водой еще какие-то контура придумывать дополнительно я думаю что я буду делать вы увидите вот эта цена мы ждем она 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 они она она Продолжение следует...